Илья, очень многие так делают, на Алиэкспрессе покупают по 50 рублей, а продают по 5 тысяч, вот, соответственно, это люди, которые умеют искать, умеют искать там, где много мусора, на сайтах знакомств много мусора, это факт, это факт, и мусор не в смысле, что люди мусор, да, а в том, что на ваш уровень есть не такое большое количество мужчин, которые ему соответствуют. И легче всего искать женщинам, у которых, ну, примерно мышление равное вот этому большинству, они друг друга находят там и поскакали радостно в закат, но у вас, если вы ищете достойного мужчину, выбор всегда будет меньше, чем у тех, кому вообще пофиг, лишь бы были штаны, да, потому что на сайтах знакомств сидят все, и среди всех нужно найти того, кто подходит именно вам. Вы считаете, что там нет достойных, но другие их находят, и дело не в тиндере, а метод поиска – это ключевая фишка. Мы будем разговаривать сегодня с вами на мастер-классе «Стопроцентный способ найти достойного мужчину» на сайте знакомств. Там я тоже поразбираю анкеты мужчин и женщин, переписки поразбираю, мы поймем, как фильтровать мужские анкеты, разберем женские ошибки на примере анкет и переписок, и разберем мужские анкеты. По ссылке в моем профиле, пожалуйста, присоединяйтесь, сегодня в 7 по Москве я вас жду, очень сильно. Вот, там вот кто-то предлагает свои услуги, я очень достойный мужчина, значит, в этих комментариях. Так, продолжаем. О, Валентин, я вспомнила, не вспомнила, а прочитала. Следующий мужчина мой. Так, Антон. Антон, 31 год, значит, цитата. Он сразу пишет, цитата. «Привет всем, меня зовут Такта, и я обожаю путешествовать, а? Стереативчики наши. К своим 20 годам я объездила 50 стран. С утра я хожу на йогу, потом я работаю начальником. В обед я занимаюсь кроссфитом, вечером я иду на вечеринку к друзьям, где мы играем в настолки. Такая вот я охрененная, крутая, активная, успешная, и ищу себе соответствующего парня. Если ты узнала себя в этом описании... Так, сейчас, подождите, выключу комментарий, чтобы прочитать. Если ты узнала себя в этом описании, не лайкай. В противном случае тебя ждет серьезное разочарование. Я люблю пердеть перед сном, и на этом мои приключения заканчиваются. Как классно, а? Вот, началось с пассивной агрессии. И, то есть, вот эта вот издевка, да, то есть, он пересказывает, ну, будем говорить, 80% женских анкет, да, что вот я такая вся обожаю, то я такая, 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 и замечательно, да. Но сразу говорит, это вообще не про меня. Я как бы диванный лежалец, какой-нибудь, я не знаю, попный сиделец, да. Вот, ему все печально, и женщины, я не знаю, вот, слушайте, вот если этому верить, то я не понимаю, какая женщина сделает свайп. Если этому всему не верить, то, ну, на что рассчитывать? Потому что Антон-то альтернативы никакой не дал. То есть, ни одной причины свайпнуть вправо он не дал. Зато дал очень много причин свайпнуть влево, даже если он красавчик. Неужели таким кто-то пишет? Вот мне тоже интересно. Вот мне бы посмотреть статистику таких аккаунтов, что им пишут и кто. Ну, вот, наверное, женщины, есть такие женщины, которые агрессивно настроены, которые вот такие, знаете, разочарованные, разозленные. Им вот прям вот больше не парня найти хочется, а поругаться, потому что внутри прям кипит. Вот у них прям такая агрессия, хочется с кем-то поругаться, кому-то высказать, на ком-то сорвать зло. Вот такие Антону напишут. Напишут, ты не охренел? Ты вообще считаешь, что тебя кто-то выберет? И она будет ему высказывать вот какие-то претензии, чтобы Антон выслушал и просветлел. Понимаете? Вот. Нет, Томиш, я занята, я делаю, у меня эфир. Нельзя. К маме. Стучит. Ребенок воспитанный. Так. О, вот этот мне нравится. All49. 49 лет, знаете, в самом расцвете сил мужчина ищет достойного спарринг-партнера. Чтобы вы понимали, спарринг это имеется в виду. Да. Не люблю быстро. Это уже плюс. Понимаете? Товар лицом придет в личку, наверное. Эстет, затейник и гурман. Ах, он затейник, 50 лет. Хулиган, шалунишка, женат. Свободное время в будни, утром и днем. Ну, сразу как бы расписание, чтобы вы составили. Прямо вот не отходя от тиндера. Значит, заняли под него утро и день в будни. Просто встречи ему неинтересны. Ну, то есть вы без встречи. Вы сразу ему к себе его приглашаете. Адрес ему высылаете. Просто встречи неинтересны. Взаимная симпатия. Уважение, доверие, совместимость по ароматам. И обязательно поговорить. Девочки, сбиваемся с ног. Летим удовлетворить все потребности женатого 50-летнего мужчины, который не хочет просто встречаться, просто сразу к делу. Я не знаю, девочки. Вот мне правда хочется знать, успешен ли этот кейс. Ну, то есть он находит хоть кого-то в собеседнике или нет. Вот мне очень это интересно. Потому что прямолинейность – это здорово. Когда человек вот так вот пишет, он экономит на море времени. Там, кстати, я так понимаю, из фотографии не очень. Потому что на фотографии море. И если в этом море кто-то там и плывет какой-нибудь кит, да? То его разглядеть будет невозможно. Но просто встретиться уже никак, понимаете? Он сразу предупредил. Сразу как бы встречать, понимаете, с распахнутыми ногами, видимо. Вот. Соответственно, вот так, о, пишет. Фотография, пропустить стаканчик вино. Он еще и алкоголирует. Я это пропустила. Спасибо, девчонки, пишет. Так, 100% успешен, естественно. Вот. То есть, понимаете, мне интересно. Вот эта анкета существует. Она не, ну, вызывает, наверное, интерес только у гражданок, которые ему счет выставят. Потому что он явно говорит, когда к нему приехать, понимаете, на дом. И удовлетворить. То есть, ну, вопрос в прайсе. Этот хотя бы не говорит, что коммерческий не интересует. Вполне возможно, что и так. Вот в это поверю. В это поверю. Вот еще у нас сегодня женатых славиков прям в ассортименте. Смотри, выбирайте на любой вкус. Так. Так. Посмотрим, что нам скажет Влад. Ну, может, нормально. Я гетеро не женат. Уже два преимущества. Никого никуда не катаю. И не чего-то не вижу, к сожалению. Никого не спонсирую, не использую, милые девушки. В отличие от большинства парней, я не притворяюсь, что мне нужны отношения с целью получить кекс. Если ты красиво, любишь себя достаточно для того, чтобы позволить себе классный кекс. Ну, то есть, надо себе, понимаете, достаточно любить, чтобы позволить себе классный кекс с Владом. Аж Влад. Влад это вам не Антон. Это Влад. Целых 14 лет, понимаете, разницы. Если ты, вот, значит, надо быть красивой и достаточно себя любить, чтобы Влад на тебя посмотрел, понимаешь? Чтобы подумать, я достойна Влада. Господи, мне немножко страшно, но вдруг. Да? Значит, в чистом виде, неодноразовый, классный, замечательный. Без гарнира, в виде отношений. Если твой мозг не отравлен Павлом Раковым, милый Левчук, кстати, даст. Девочки, смотрите, я же оставляю ваш мозг, чтобы вы к Владу не попали. Специально против него работаю. Вот. И же с ними, то при условии взаимной симпатии нам с тобой будет хорошо. Девочки, кто против милый Левчук? Это ваш парень. У меня же много хейтеров. Напишите Владу. Вам с ним найдется, о чем поговорить. Обсудить противную милую Левчук. На этом можно целую семью, понимаете, построить. Я ненавижу Левчук. Ты ненавидишь Левчук? Мы вместе. Мы будем классно. Вот. Вообще просто. А я этого не видела. Я начинала читать прям в такой наивности, думаю, сейчас тут у нас. Что же будет? Что же будет? А Влад такой, полный сюрпризов. Боже. Это популярность, девочки. Это популярность. Вот. Ищет кур, пишет. Найдут друг друга. Да. Ну вот прям Владик. Левчук. Вот. Великолепно. Вот. Девочки, выборка у меня не Москва, СПБ, а выборка у меня, кого вы мне присылаете. Все славики оказываются в моей личке. Благодаря вам, тем, кто в поиске, кто присылает мне таких товарищей в директ. Обязательно это сделайте. Видите, радуйтесь сразу. Что вы видите, славик сейчас миле пришлю. Поржу. Вот. Чтобы они у вас не вызывали негативные эмоции, вызывали позитивные. Алексей. Вот. 56 лет. Тусовки спортсменка, занятия на свежем воздухе. Парню нравятся спортсменки. Шучу. Нищеброд. Сразу. Вы прям понимаете? Супер. Напишите ему сама, пусть поржет. Так я его найду, что ли? Он, я думаю, что вряд ли в Турине. Вот. Прокачу тебя на маршрутке. Угощаю шаурмой. Угостит шаурмой. Смотрите, уже какая галантность. Сходим посмотреть на закат. Это максимум, чего от меня можно ожидать. Если ты выше метра и не больше 150 килограмм, то уже подходишь. Люблю готовить, нафаршировать вареники. Ну, насчет вареников, это пошлятина мерзкая. Вот. Ну, конечно, с подвохом про вареники. А вы как хотите. Спасибо. Продолжение следует...